Что-то прерывается запись на телефоне. Долго сохло, тут я тепло сделал в мастерской, места мало, сюда-сюда все это, все эти дела, делишки перекладываем, осетрай-контурка высохла, долго возиться конечно, но интересно. Завтра бы отдать надо, другу моему табличку попросил, подарок будет. Не особо я опытный в этих делах, но тем интересно учиться на ходу, делать что-то своими руками. Альма наблюдает, стоит. Ну вот, вернусь вот, карасиком, 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 похож на караса. Здесь мы тоже, здесь я тоже второй раз пройду, попросили что-то лаковое сделать. Ну, делаем, тоже смотрю много каналов, два раза маслом, потом маслооском я вскрывал. Это дуб, сухой дуб, большое отличие между сухим и влажным. Сухой дуб, никакой у меня технической сушки нету, друзья дают, что остается на пилораме какие-то обрезки, когда дуб у них есть. Тополя много завезли мне с Аказии, но с него только такой стол, который на год, на два сделал я на участке. Он мокрый, показывал я возле птичника, вот такой у нас будет. Ну да, года четыре занимаюсь деревом, нравится, к сожалению, хотелось бы научиться еще резать по дереву, резать, но не то, что поздно начал, это тоже целая наука, все это знать, все это изучать. Рисы тут показывал я, как это у гравировка я делаю, три дремеля у меня разной мощности, нужно еще большей мощности, чем у меня. Все, готово, этот пойдет сушиться естественным образом. Теперь аккуратненько вот этот пройдет. Впитался лак, прямо всосался, очень неплохо, мне нужно стараться попадать в окантовку чешуи, чтобы этот лак не рассекался по всему блюду. Сделал я гравировочку, канавку типа вокруг, окантовку вокруг чешуек, на спине, на животе у рыбы. Однажды когда, а что однажды, это было в 80 году летом, на Волге я в Волгоград поехал к родственникам из Суворовского училища и вдоль берега плыл уже на левобережной стороне Волги. Плыл вдоль берега. На меня морда такая, как собака. Ну, поскольку плаваю хорошо, но испугался чужим 15 лет. Оказывается осетр подбитый грибным винтом, видимо, он глушенный был. Мужики подбежали, вытащили, давай, он уже, все-таки под охраной, уже в то время был, 80-й год. Я говорю, тетя моя говорит, не, мы брать не будем. Так этого осетра еле вытащили из воды здоровущий. Раньше детские коляски такие были, да и сейчас форма-то осталась. Еле погрузили этого осетра и куда-то его уволокли. Радостные были такие, конечно. Или беруга там была, или осетра. Ну, голова такая собачья. Он меня, когда вытаскивали хвостом, шипами, ну, бился, подранил. Ну, такие были воспоминания, такие интересные о Волге. Так, заберные щели, это у того, здесь вот так пойдет оконтока. Ну, посмотрим, как он высохнет быстро. Да, я думаю, найдет своего владельца хозяина. Особо я рекламы нигде не делаю. Знакомые знают, друзья знают. Никогда не прошу лайков никаких, не подписок. Как идет, так идет. Что-то я узнаю в интернете. Ну, я делюсь тем, что на ходу я ошибки показываю. Тоже вчера смотрел хороший канал, пишет, что эпоксидка. У меня тоже была с эпоксидкой история, что не сохнет липкая. То есть, ну, знак с свободностью вышел. Всего-то. Никак она не работала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok